Мы призываем Любить людей Что невозможно без стремления понять их Вспомните раздел курса, посвященный планированию и предварительному исследованию Мы должны иметь представление о тех, кому несем Евангелие В том числе и об их верованиях и убеждениях Это особенно важно в случае диалога с атеистами, которые будут нам возражать Итак, любовь к человеку всегда побуждает узнать его получше, понять его внутренний мир Тем более, если он довольно существенно отличается от вашего Если христианство в него пока не вписывается Так атеисты будут вполне искренне недоумевать, почему некоторые люди убеждены в существовании Бога А у индуистов, например, слово «Бог» будет вызывать совершенно иные ассоциации Вот почему понимание является залогом продуктивного общения Без понимания наше выражение любви может быть истолковано неверно Итак, развитие взаимоотношений В них должна проявляться наша искренняя забота о человеке, а не просто желание обратить его в христианство Люди для нас не объекты, и они нам не безразличны Помните, я рассказывал, что в Ингольштадте третья часть жителей регулярно посещала спортивные клубы А значит, где там лучше всего знакомиться с людьми? Знакомиться с ними надо? Надо выходить из собственной крепости, если ты намерен им послужить, если ты намерен рассказать им о Христе Кстати, всех членов команды основателей, которая трудилась в Ингольштадте, мы призывали так или иначе Поучаствовать в каком-либо городском проекте Кто-то скажет, что светская жизнь не для христиан, что укреплению веры она не способствует, а мы должны заботиться ровно об обратном Да, некоторые сообщества грозят нам искушениями, вполне реально И да, это риск Веру надо постоянно укреплять, чтобы быть способными противостоять искушениям Но вместе с тем оставаться в солонке соль не должна Поэтому я тогда решил записаться в спортклуб, другой член нашей команды занялся служением в доме престарелых И читал людям, которые не могли делать это самостоятельно Проводил с ними время, старался сделать для них что-то доброе Мы начали проводить ежемесячные служения в тюрьме В общем, постарались влиться в городскую жизнь Постарались проникнуться проблемами и интересами местных жителей Постарались показать, что принцип «Моя хата с краю» не для нас Что мы хотим служить этим людям и силой Христовой Преображать все то, с чем соприкасаемся Таким образом, старайтесь находить способы развития взаимоотношений с людьми Опять-таки, сострадание к ближнему Это естественное следствие Приизобильного действия в нас Святого Духа Подлинный христианин не может спокойно смотреть На страдания человека и заявлять, что Тот пожинает горький плод собственного греховного поведения Сам Христос относился к нуждающимся состраданиям И восполнял их нужды Исцелял больных Изгонял бесов и задержимых Словом, всячески проявлял действенную заботу Причем, независимо от того, признают ли они его Богом, уверуют ли Многие из них не признавали Вспомните, хотя бы 10 прокаженных Исцеление получили все, но только один из них возвратился, чтобы поблагодарить Христа Так и мы, должны заботиться о людях, ничего не ожидая взамен, просто потому, что Христос одарил нас любовью и способностью сострадать Служение милосердия может принимать разные формы Это служение сиротам, безработным, организация бесплатного питания для нуждающихся Проявлять заботу о людях можно самыми разными способами При этом помните, что взамен вы можете не получить ничего Несколько лет назад вышла одна статья под названием «Милосердие как подготовка почвы для благовестия – главный ключ от города» Честно говоря, выражение «почва для благовестия» мне не очень нравится Лично я считаю, что помогать людям надо просто из сострадания Возможно, это и откроет двери для благовестия, но даже если нет, помощи это не отменяет Но сейчас не об этом. В статье представлены важные принципы служения милосердия Если вы занимаетесь основанием общины, на первых порах она будет маленькой Большими церкви становятся не сразу Ресурсы ваши поначалу тоже будут ограничены У вас могут быть помощники из других церквей, партнеры, но в большинстве случаев рассчитывать приходится на свои скромные силы Подозреваю, что большая их часть будет расходоваться на более прямые способы благовестия и ученичества По этой причине вновь созданная церковь не всегда имеет возможность широко и активно заниматься служением милосердия Но делать это важно, поскольку так мы являем миру любовь к Христову Помните, мы с вами отмечали, что общины царства имеют три грани Поклонение, благовестие ученичества и третье – милосердие Действенное проявление любви Иисуса Христа И на мой взгляд, это служение должно присутствовать даже во вновь созданное общение Главное – вдумчиво и тщательно отнестись к его организации Здесь говорится, сотрудничайте с уже действующей церковью Если у вас образовалась община, то действующей церковью можете быть и вы сами Если же нет, рассмотрите вариант такого сотрудничества Хорошо, когда у служения милосердия есть духовный фундамент Любая форма подобного служения, будь то помощь бедным, обездоленным, больным Требует колоссального количества сил, духовных сил Посему потребность в духовной поддержке будет очень высока Далее, направьте свои усилия на восполнение наиболее насущной нужды Поверьте, по мере знакомства с целевым пунктом Вы будете обнаруживать все больше и больше самых разнообразных потребностей Основывая церковь под Чикаго в развивающемся районе Я лично опрашивал население по поводу того, чем могла бы быть полезна наша община Ответы были самые разные Например, постоянные пробки, надо расширять дороги, говорили мне Но ведь этим церковь заниматься не будет, этот вопрос мы все равно не решим Звучали и другие просьбы, не менее бесперспективные с точки зрения участия в их решении церкви Тем более вновь создаваемой Автор статьи приводит в качестве примера служение по наркологическому просвещению Разумеется, не в масштабах полноценной реабилитационной программы, это сверхзадача В более скромном формате просветительской работы, в том числе и среди родителей Дело в том, что в описываемом районе подростковая наркомания представляла собой серьезную проблему Родители, конечно же, были крайне обеспокоены и не знали, что делать Реабилитационный центр — проект слишком крупный, мы его не осилим А вот проводить разъяснительную работу нам вполне по плечу Так церковь попыталась ответить на насущную потребность общества Христос не желает гибели людей, не так ли? И борьба с наркозависимостью — это как раз то, что видится значимым даже вне церковным людям Почему бы не объединить усилия? Вот такой пример Идем дальше Примите личное участие в решении социальных проблем Иначе говоря, если вы видите, что какой-то вопрос стоит очень остро Не ограничивайтесь только косвенной помощью Познакомьтесь с пострадавшими Пообщайтесь с ними Выслушайте их истории Поплачьте с плачущими Загляните в глаза юноши, чью жизнь сгубили наркотики Пообщайтесь с их убитыми горем-родителями Постарайтесь глубоко проникнуться проблемой, а не просто окунуться в книги в поисках наиболее эффективных путей ее решения Автор призывает Не предлагайте субъективных, основанных на внутреннем чутье методов Здесь требуется квалифицированная, я бы даже сказал, профессиональная помощь Опираться на домыслы В подобных ситуациях недопустимо, а порой и контрпродуктивно Если речь идет, скажем, о наркозависимости, то специалиста в этой области у вас в церкви может не оказаться И, скорее всего, не окажется Тогда его можно пригласить Прекрасно, если это будет христианин, который согласится поучаствовать в вашем проекте Но если нет, ничего страшного Эксперт все равно может дать грамотный, профессиональный совет В отдельных случаях требуется именно это Мне вспоминается случай похищения школьников Германии Получивший в свое время широкую огласку Ученик шел из школы домой, но так и не дошел Этот случай стал настоящей сенсацией О нем говорили по телевидению, радио, писали в газетах, журналах Родителей охватил ужас и страх за собственных детей А как же мой? Как защитить его? Как обеспечить его безопасность? Несмотря на то, что случаи похищения в Германии происходили крайне редко Родители насторожились Видя их крайнюю обеспокоенность, члены одной церкви решили провести информационно-просветительское мероприятие Не евангелизацию, а просто встречу На которую планировали пригласить консультантов и представителей полиции Чтобы они рассказали родителям о том, как обеспечить безопасность своих детей Как научить их, следуя советам специалистов, не общаться с незнакомыми людьми на улице И не поддаваться на уловки похитителей При этом специалистами могли быть и не христиане Но суть не в этом Подобной инициативой церковь продемонстрировала свое неравнодушие к проблеме Нам небезразлично то, что небезразлично вам Потому что это небезразлично Христу Христос печется о детях Если светские службы, школа, полиция способны подсказать, что требуется от родителей Прекрасно Не менее прекрасно и то, что благодаря этой инициативе в церкви собрались люди Которые в иных обстоятельствах вряд ли бы туда пришли А по этому случаю пришли и обнаружили, что христиане приветливые люди А церковь не страшное место А ведь некоторые даже порог ее переступить боятся Я сам вырос в семье атеистов и в детстве в церкви ни разу не был Она представлялась мне жутким местом Кстати, отчасти благодаря друзьям-католикам, которые периодически рассказывали о разных страшилках, происходящих у них в храме Идти туда точно не хотелось Для кого-то посещение протестантской церкви — грех Но как только человек в ней оказывается и видит приветливые лица, мифы рушатся Мы не чуждаемся общества Не изолируемся от него Мы его часть Вот такая зарисовка Но вернемся к главной мысли К решению серьезной проблемы следует подходить ответственно и грамотно Еще один совет Работайте в сотрудничестве с другими организациями Например, со школами, если речь идет о наркологическом просвещении Или отделом полиции Подобные программы могут проводить те или иные социальные структуры Подключайтесь Это возможность привнести в них соль и свет Христова В частности, в качестве программы борьбы с нарко- и алкозависимостью Нередко рекомендуют 12 шагов с ее выраженным духовным компонентом Когда зависимый человек должен признать, что только сила более могущественная, чем его собственная Могут вернуть ему здравомыслие К слову, в свое время я трудился волонтером в реабилитационном центре для подростков Не христианском, но с очевидной духовной направленностью Почему не рассказать этим людям о Христе? Итак, объединяйте усилия И трудитесь сообща Серьезно отнеситесь к рекламе своих мероприятий Она будет свидетельствовать о серьезности ваших намерений и подходов Покажите, что вы готовы не просто предложить помощь, а сделать это на должном уровне Далее, заручитесь поддержкой местной администрации и предпринимателей Учтите, иногда спонсорами всевозможных социальных проектов выступают предприятия и коммерческие структуры Даже если эти проекты носят религиозный христианский характер Ведь их цель — сделать общество лучше Позволю себе небольшое отступление Одна церковь устраивала художественные выставки Так вот, они выставляли акварели Шагала Ответственной за проведение выставок была, если я не ошибаюсь, племянница художника-христианка У Марка Шагала имеется немало работ на библейские сюжеты И его племянница рассказывала посетителям выставок библейские истории Которые легли в основу представленных картин Смотрите, какое прекрасное сочетание искусствоведческих знаний с духовными Однажды такую выставку проспонсировал банк Получился церковно-светский проект, открывающий возможности для знакомства И, возможно, дальнейшего сотрудничества Местные школы в этом маленьком городке, где не было крупных залов и музеев искусств Проводили организованное посещение выставки работ Шагала Для школьников это было, безусловно, интересное и познавательное мероприятие Где у них еще была возможность попробовать себя в роли художников и поэкспериментировать с цветом Вот вам еще один путь сотрудничества с организациями, учреждениями и предприятиями города Нам не безразлична современная церковь И у нас есть что ей предложить Весь ресурс на сайте tvseminari.com Не начинайте с прямой евангелизации Существует мнение, что если проповедь Евангелия по каким-то причинам невозможна, то все остальное усилий не стоит На это я отвечаю так К заботе о людях нас побуждает любовь Христа Если социальное служение для нас всего лишь приманка Ну то есть давайте пригласим их на семинар по наркозависимости И половину времени будем рассказывать о Христе Как вы думаете, что будут ощущать эти люди? Они будут чувствовать себя обманутыми А что бы чувствовали вы, окажись вы на их месте, когда обещали одно, но это одно больше смахивает на предлог для лекции о другом Мне кажется, это просто непорядочно Да, можно относиться к человеку с добром Да, можно помогать ему во имя Христа И да, даже можно сказать примерно следующее Я понимаю, что сейчас не время и не место для проповеди Но я хочу сказать, что Иисус Христос способен кардинально изменить жизнь человека Если вам это интересно, я готов продолжить тему в отдельной беседе или в рамках такого-то и такого-то мероприятия Прошу вас, не превращайте социальное служение, служение милосердия, в приманку для провозглашающего благовестия В некоторых культурах духовность, духовный мир составляет неотъемлемую часть целостного мировосприятия Западное мышление более дискретно В качестве иллюстрации вспоминаются две медицинские клиники в Африке Одна абсолютно светская, ориентированная на стандартное лечение пациентов, а другая христианская И в последней медицинские обследования и процедуры сопровождались молитвой Так вот, популярностью среди местного населения пользовалась именно вторая, несмотря на то, что сами пациенты в большинстве своем христианами не были Когда попытались выяснить, почему, оказалось, что тамошние люди воспринимают жизнь целостно, в совокупности физиологической и духовной составляющих Помощь они предпочитали тоже целостную И такое восприятие характерно не только для жителей Африки Духовный аспект важен для них не меньше, чем биологический И это необходимо учитывать И далее непрестанная молитва с пониманием того, что Бог может и хочет менять сердца людей, что Он может и хочет помогать им в решении проблем И, наконец, мы должны быть готовы брать на себя долгосрочные обязательства Не беритесь за то, чего не сможете окончить Можно провести одно информационно-просветительское мероприятие, например, на тему обеспечения безопасности детей Или, как я уже упоминал ранее, провести тренинг для родителей по приучению детей к горшку Меня спрашивают, как от этого перейти к Евангелию, а переходить не обязательно Хотя и здесь, наверное, некоторые параллели напрашиваются Как ребенка надо приучать пользоваться горшком, так и младенцам во Христе требуется помощь в усвоении элементарных навыков христианской жизни Но проводить такие параллели, повторюсь, вовсе не обязательно Таким образом, единичные мероприятия возможны, однако долгосрочное служение потребует от вас посвященности и готовности не останавливаться на полпути Другой пример из личного опыта — помощь беженцам Такое служение мы проводили в первой основной нами церкви в немецком городе Ноймаркт Беженцы были преимущественно из Африки и Ирана Церковь организовала посещения, снабжение нуждающихся питанием, оказание физической помощи Словом, всячески старалась явить любовь и заботу Христа тем, кто в них отчаянно нуждался И это тоже было социальным служением К слову, к беженцам в городе в целом относились неприветливо Так что наше внимание было особенно значимым Но это опять-таки не единичное мероприятие, а долгосрочный проект Ну что ж, я вкратце описал основные принципы работы служения милосердия Которые относятся к типу социальных служений Словам о Христе должны предшествовать дела во имя Христа Которые располагают людей, пробуждают у них интерес к евангельской вести, способствуют положительному восприятию христианства и личности Иисуса Христа Однако проявление любви к людям, необходимое в ученичестве Начало христианского пути должно знаменоваться желанием служить, быть полезным ближнему Вот почему служение милосердия, пусть в косвенной форме, но все же крайне значимо и для процесса ученичества В духовном росте оно играет не менее важную роль, чем на этапе знакомства с Евангелием, предшествующим покаянию Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария